Муаммад Басаев, будет у тебя много денег, что бы ты сделал? Когда у них какие-то проблемы с чеченцами, то что бы ни происходило на территории самой России, там всегда находится чеченский след. Как только проблемы начались с украинцами... Брат, если будет такая возможность, расскажи про Арби Бараева. Думаю, молодежь, да и не только, должны знать эту личность Аллах Рейс Хайм Хун. Поэтому, иншаллах, иншаллах, у меня есть вообще в планах такая тема, рассказывать про наших героев, мы будем это, иншаллах, делать. Мы всегда что-то новое ищем, так не получилось, по-другому посмотрим, но своего мы добьемся, Абу-Идрис Шамал. Никаких тормозов не будет, иншаллах, Абу-Идрис Шамал, это он цитаты Басаева приводит. Муаммад Басаев, будет у тебя много денег, что бы ты сделал? Сложный вопрос, Муаммад Басаев, ты меня застал врасплох, потому что нет у меня ничего подобного, каких-то там, каких-то проектов, которые стоят из-за того, что у меня нет денег, но такого нет, поэтому не знаю. Я бы, если у меня было много денег, я бы, конечно же, постарался бы их использовать, используя их для дела, но вот, чтобы ответить тебе на этот вопрос, сказать, вот я бы купил там что-то такое, или я поехал бы туда-то для того-то, а я сейчас не могу. Потому что нет много денег, понимаешь, и мыслить об этом не приходится, потому что нет, вот если бы они были, то у меня уже появились бы какие-то мысли, так, что делать, как использовать, а, к сожалению, пока не приходится об этом думать. Ну, это точно не покупка какой-то дорогой вещи, там, или, конечно, нет, я бы постарался бы использовать это именно так, использовать это так, чтобы за это получить вознаграждение в сумме денег. Запомни, Кадыров, истинно сильнее денег, и человек с деньгами не останется без наказа. Это точно. Так, вечер добрый, многое время жил в чеченской семье, благодарю их за гостеприимство, жаль народ Чечни под гнетом нынешнего правительства. Очень приятно. Джанго, Рамзан, какой же ты долбоящер, все деньги мира и наркота это не исправят. И такая же беда у всех отпрысков Ахмата, ни чести, ни совести, ни ума, ни мудрости, ни смелости, у вас нихрена нету, сосунки вы. Томсу, а по мне это не вина русских, это вина чеченцев, но вы ведь видите, что победить Россию нереально, что вы вступили в войну лично, я виню именно чеченцев в этих потерях, Россию они победить решили клоуны, говорит. Ну, что еще можно было ожидать от тебя, конечно, чеченцы виноваты у вас, мы вообще привыкли к тому, что чеченцы у вас во всем виноваты. Мы, я современник вот этих вот нулевых, когда любая ситуация, происходившая в России, там сразу находился чеченский след. Это как сейчас находится украинский, кстати, заметьте. В России, в России вообще всегда вот история повторяется, когда у них какие-то проблемы с чеченцами, то что бы ни происходило на территории самой России, там всегда находится чеченский след. Как только проблемы начались с украинцами, в любой проблеме находится украинский след. Вот дочь Дугина убили, все там, сразу, сразу на следующий день там нашли украинский след, доказали, все, ну доказали, я говорю в кавычках. Вы не опасаетесь говорить о сегодняшней войне, тем более с пропагандой не идти на войну, но реально опасно для вас обсуждать прошлые войны. Другое дело, это история, уже берегите себя. Спасибо, Виктор. Нет, я не, ну как, я не боюсь, я опасаюсь ли я? Наверное, это правильное слово, опасаться, то есть предпринимать какие-то меры для обеспечения своей безопасности, да, нужно делать. Но боюсь ли я? Нет, не боюсь. Тумсо, вы сторонник независимости Ичкерии. У меня есть некоторые сомнения на этот счет. Вот, допустим, что это случилось, миллиардов из АРФ больше нет, как будут выживать жители сказку про светлую утиль? Так, я немножко не понял, есть сомнения на этот счет, насчет чего? Насчет того, что я сторонник независимости или насчет самой этой идеи имелось в виду? На что будем жить? На то же самое, на что живет Грузия, например? Нету никаких дотаций от России, у них даже нет нефти, но при этом страна живет, имеет экономический рост, все у нее нормально. Вот эта вот сказка, которая очень выгодна Кремлю рассказывать, что если не российские деньги дотации, то, мол, Чечня загнется. Я хочу вам напомнить, что Чечня не дотационный регион. Что бы вам там ни говорила Россия, Россия выкачивает нефть в Чечне, Роснефть у нас качает нефть, затем эта нефть продается на рынке и потом какая-то часть из этих денег возвращается в Чечню и это все выдается за дотации Москвы. Вообще нефть это не главная тема наша, абсолютно. Экономика республики не должна строиться на сырьевом сбытии. Это сделает нас такой же банановой республикой, как Россия. Россия сейчас, вся экономика России построена на реализации нефти и газа. Поэтому мы изначально вообще не должны говорить об этом. Вот у нас нефть мы будем продавать и жить. Нет, хотя это очевидно, что это возможность для стартапа как минимум у нас есть. Но мы не должны это говорить, потому что мы не должны делать ставку на это, на реализацию чего-то. Мы должны делать ставку совершенно на другие вещи. Но как минимум мы можем и мы должны, я считаю, в первую очередь рассчитывать на приток иностранного капитала. Для этого нам нужно создавать условия, то есть законодательную базу неприкосновенно с частной собственностью. То есть если заходит к нам какой-то бизнес, он должен быть уверен в том, что с ним не поступят несправедливо, у него ничего не отожмут. Что у нас обязательно нужно построить систему справедливого судейства. Судейство, которое никак не зависит от властей, на которое нельзя оказать какое-то влияние или давление. Нужно сделать неприкосновенную частную собственность. И самое главное, нужно сделать приятный инвестиционный климат в плане налогообложения, таможенных, пошлин и так далее. Все, вот это я считаю самое, наверное, важное. Но здесь важно понять, что я не экономист. Я, может быть, сейчас говорю какие-то вещи, которые с экономической точки зрения требуют какого-то большего разъяснения или уточнения. Я и не должен этим заниматься. Я просто в целом понимаю, что в этом мире очень много стран, не имеющих того, что имеем мы. А это нефть, то есть нефть и газ, какие-то ископаемые ресурсы. Плюс туристически очень красивую местность. У нас есть горы. Это уже как бы огромный бонус. Если в твоей стране есть горы, то это значит, что там есть на что посмотреть. Ты можешь в горах организовать очень интересные туры. То есть инфраструктуру сделали, туризм, пожалуйста, люди будут ехать. И самое главное в этом направлении, в направлении туризма, что есть у Чечни, то, что является самым первым. То есть страна может иметь на своей территории очень красивые и привлекательные туризма мест. Но если у нее нет известности, то есть если об этом не знает мир, то туда не будут ехать люди. То есть этот туризм не будет востребован. То есть самым важным, что является, когда ты создаешь условия для притока туризма, ты должен это рекламировать. То есть это должны узнать потенциальные клиенты, туристы. И вот у нас в этом плане есть самое важное, это известность. О Чечне сегодня знает весь мир. Ты не найдешь ни одну точку в этом мире, где хотя бы раз в твоей жизни не слышали о Чечне. И это большой бонус. То есть когда придет какое-то предложение посетить Чечню в качестве туриста, у людей не будет вопроса, а где это Чечня, а что это Чечня. У людей сразу будет, а, Чечня, это же Чечня, это же война, это же вот они там. Там это очень интересно, помимо того, чтобы посмотреть горы, там наверняка следы какой-то войны и так далее. Так что в этом плане у нас огромный потенциал. И не нужно на такие разговоры, даже отвлекаться не нужно, а на что жить там и так далее. И ни в коем случае не нужно делать упор на продажу нефти. Это какая-то такая, знаете, это такой хороший бонус такой, подспорье. Это нефть, что она есть. Да, ахамдуллах, что она у нас есть. Это значит, что в любой момент, когда нам что-то не хватает, мы можем рассчитывать на какой-то приток. Это значит, что мы сможем привлекать туда, разумеется, мы сами же не можем сегодня устроить, организовать нефтедобычу, переработку. Представить, что мы завтра стали независимыми, у нас нет этой возможности. Поэтому, что нам нужно в первую очередь? Разумеется, привлечение каких-то международных компаний, добытчиков нефти, дать им возможность добывать эту нефть на нашей территории, реализовывать и с этого получать прибыль. Постепенно, постепенно мы сможем в дальнейшем национализировать этот рынок. Как это сделали в Саудовской Аравии? Саудовская Аравия именно так и начинала. Они сначала дали все свои нефтяные месторождения мировым компаниям, нефтедобытчикам. И постепенно, постепенно они это национализировали. Сейчас у них нефтедобычей занимается национальная Саудовская компания Арампу. То есть, мы тоже можем пойти по этому же пути. Можем отказаться от этого пути, например, сказать, да, пусть это всегда будет частным бизнесом. В общем, это уже вопрос экономический. То, что для нас выгодно, то мы и будем, и должны делать. Вы не опасаетесь говорить о сегодняшней войне, тем более с пропагандой не идти на войну. Но реально опасно для вас обсуждать прошлые войны. Другое дело, это история, уже берегите себя. Спасибо, Виктор. Нет, я не боюсь, я опасаюсь ли я? Наверное, это правильное слово, опасаться. То есть, предпринимать какие-то меры для обеспечения своей безопасности, да, нужно делать. Но боюсь ли я? Нет, не боюсь. Томсу, а по мне это не вина русских, это вина чеченцев. Ну, вы ведь видите, что победить Россию нереально. Чего вы вступили в войну? Лично я виню именно чеченцев в этих потерях. Россию они победить решили клоуны, говорит. Ну, что еще можно было ожидать от тебя? Конечно, чеченцы виноваты у вас. Мы вообще привыкли к тому, что чеченцы у вас во всем виноваты. Мы, я современник вот этих вот нулевых, когда любая ситуация, происходившая в России, там сразу находился чеченский след. Это как сейчас находится украинский, кстати, заметьте. В России вообще всегда вот история повторяется. Когда у них какие-то проблемы с чеченцами, то что бы ни происходило на территории самой России, там всегда находится чеченский след. Как только проблемы начались с украинцами, в любой проблеме находится украинский след. Вот дочь Дугина убили, все там сразу, сразу на следующий день нашли украинский след, доказали, все. Ну, доказали, я говорю в кавычках. Субтитры создавал DimaTorzok